Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Физика 7 класс. Отвечаем на вопросы после параграфа 67. Второй вопрос. Приведите примеры тел, обладающих потенциальной энергией. Потенциальной энергией обладают те тела, которые способны совершить работу из-за того, что они взаимодействуют с другими телами, либо взаимодействуют отдельные части этого же тела. Два примера на рисунках в учебнике мы имеем. На первом из рисунков изображена машина для забивания сваи. Тяжелый груз сначала поднимается пневматикой наверх, а потом сверху падает. Вот в этот момент он совершает работу по забиванию сваи. Взаимодействие с землей с помощью силы тяжести, воздействие земли на эту машину. И она, находясь наверху, обладает потенциальной энергией, потому что способна упасть и совершить работу по забиванию сваи. Такая машина называется Баба Копра. Второй пример – это падающая вода на плотине гидроэлектростанции. Вода тела, вода как физическое тело. Когда она еще находится наверху, в верхнем биефе, то тогда она обладает потенциальной энергией. И эта энергия именно потенциальная, потому что падает вода вниз под действием силы тяжести. Сила тяжести – это сила, которая со стороны земли действует на воду. И значит, получается, что вода обладает энергией, потому что взаимодействует с землей. А это как раз потенциальная энергия. Если вы хотите знать ответы на другие вопросы, следите за новостями сайта online-GDZ.net в социальных сетях, а также подписывайтесь на канал online-GDZ на YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok